Все вот эти мобилизованные бойцы из Тамбовской области отправятся в зону проведения спецоперации. Они прошли подготовку здесь, в Рязанской области, полностью обучены и экипированы. У каждого новые автоматы АК-12, бронежилеты, аптечки и вся необходимая амуниция. Мобилизованные из нашего региона прибыли в учебный центр Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища две недели назад. И за это время успели пройти боевое слаживание. Тренировались они вместе с мобилизованными из Рязанской области. В составе мотострелкового полка отправляются для пополнения подразделений, участвующих в СВО. С приветственным словом к ним обратился глава Тамбовской области Максим Егоров. Я горд, что рязанские ребята, тамбовские ребята вместе пойдут защищать наше отечество. И, как говорил мой коллега, защищать те территории, которые изъявили войти в состав Российской Федерации. Это был действительно настоящий народный референдум. И сами показатели говорят об этом. Хочу сказать следующее, что вас ждут дома, ждут только с победой, а мы сделаем все, чтобы у ваших семей было все в порядке. Показывать лица этих ребят, как и говорить о том, сколько их пойдет на фронт, нельзя. Эта информация может попасть к противнику. Настроение у бойцов боевое. Большинство вопросов, которые они задали Максиму Егорову во время личной беседы, касалось положения их семей во время проведения спецоперации. Как помочь семьям, как придут единоразовые выплаты, какие будут льготы еще дополнительные. И, как всегда, вода, дороги, просто житейские вопросы, которые мне задают все жители нашей Тамбовской области, когда я езжу по району. Также были вопросы, касаемые семьи, которые в сложных ситуациях. Рассказал нашим военнослужащим, какие у нас есть льготы, какие будут выплаты дополнительные. Максим Егоров отметил, что в регионе приняли решение выплачивать каждому мобилизованному по 50 тысяч рублей. Кроме того, в области создали благотворительный фонд развития Тамбовщины, который собирает и распределяет средства для участников спецоперации. На его счет уже поступило почти 70 миллионов рублей, из которых на нужды военных потратили 16,5 миллионов. Дмитрий Шапкин, Алина Сири, Александр Кобзарев, Область новостей.